На перегоне Казалсай-Шимкен 19 ноября грузовым поездом сбита студентка второго курса медицинского колледжа. От полученных травм девушка, не приходя в сознание, скончалась. Жители в шоке, но несмотря на ЧП, они вынуждены переходить дорогу в этом месте. Девочка была в капюшоне, в ушах у нее был наушник, и поэтому она не услышала даже гудок поезда и попала под колеса. Сестра ее успела перейти железную дорогу. Потом погибший брат приходил и оплакивал ее здесь. По другой дороге идти далеко, и поэтому все ходят по этой дороге. В этот же день на перегоне Бадам-Калаш грузовой поезд сбил 29-летнего мужчину. Три дня спустя на перегоне Казалсай-Шимкен от полученных железнодорожных травм скончался мужчина европейской национальности. То, что печальные события не стали местным жителям уроком, мы убедились сами. Люди переходили железнодорожный путь, не особо беспокоясь о соблюдении правил безопасности. Погибшая девочка громко слушала музыку и не услышала гудок поезда. А я включила тихо. Еще можно наушник с одной стороны снять. Все винят жителей. Но местная власть что сделала для того, чтобы предотвратить трагедии? Пусть знак поставят, переезд построят и общественный транспорт пустят на другой стороне. Тогда трагедии меньше будет, наверное. Пока вопрос организации тендера и строительства не решен, жителям придется самим беспокоиться о собственной безопасности. На совещании приняли решение построить ограждение вдоль железнодорожного полотна. Тендер пройдет, строительство начнется и к весне завершится. Смерть трех человек за три дня. Линейное управление внутренних дел на станции Шимкент настаивает на особых мерах для предотвращения подобных ЧП.